Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ Привет. Физкульт, привет. Рада Несказанна. Во-первых, я вас поздравляю, вы выиграли чемпионат мира, вы взяли золото. Как ощущения? И вы сразу на страну ФМ пришли. Как настрой? Так скромно это все вы воспринимаете? Мы вас поздравляем от души, вы наши герои, вы понимаете? Спасибо большое. Да пожалуйста, вам спасибо. Спасибо. Сейчас такое эмоциональное, немного затишье. После всплеска эмоций, которые были на чемпионате мира, потом идет опустошение. Пару дней это такое... Такое спокойствие. Да, у тебя нету эмоций, нету мыслей, ты хочешь полежать, отдохнуть. Друзья мои, просто чтобы вы понимали, сегодня 27 августа, а про затишье мы говорим, а позавчера, 25-го, ребята, собственно, стали победителями впереди планеты всей, первыми. Спустя 6 лет, мы последний раз как раз 6 лет назад с Сашей выиграли чемпионат мира, вот второй раз получилось 6 лет. Прошло большой период. Опять сели с ним за 3 месяца... 3 месяца назад сели в лодку, 2 года с половиной не гребли вместе, в разных экипажах были. И опять за 3 месяца, оп, и конфеточка получилась. Слушайте, смотрите, вы же сразу должны понимать, у нас формат информационно-развлекательный, интервью у вас берет девушка, понятно, что я обыватель. Вот это вот вообще, вы говорите, не сидели вместе вдвоем. Это важно? То есть, ну какая-то сыгранность, почему вы раньше сидели в разных экипажах, а как только вы объединяетесь, вы побеждаете, почему вы не делаете вот это все предыдущее время? Такой бэкстейдж небольшой для нас. Ну, Юрий готовил немного другую дисциплину после Олимпиады в Рио, после 2016 года. Он готовил другую дисциплину, тысячу метров, а это длиннее гораздо. Мы ходим с ним 200 метров. И мы в этом выиграли и Олимпиаду, и чемпионат мира. Но после 2016 года мы сделали перерыв, 2 года не гребли, 2,5. А потом почему-то, ну, пришла идея, почему не попробовать обратно. Да действительно, что бы не попробовать, чтобы чемпионат мира не выиграть. Всего-то. Все выигрывают, а мы смотрим только, как выигрывают. Надо опять сесть вместе. Да, сели и так удачно сели, что победили. Ну-ка, это классно. Смотрите, у нас на самом деле первый информационный повод, это, конечно, ваша победа, но не только. 25-го вы победили, а 26-го в Москве проходит тоже классное событие. Вот расскажите об этом. Сейчас для всех, это уже не только такое чисто для профессиональных спортсменов, для всех проходит кубок. Вот давайте несколько слов об этом. Проходит классный масштабный очень кубок, 1200 спортсменов, и детишки, и взрослые, и мама с сыном может сесть, если они гребли занимались в лодку. То есть такой формат соревнований. Ну вот мы буквально вчера прилетели, и сразу же с Сашей на гребной канал, чтобы... Метро Крылатская. Да, метро Крылатская. Ну, чтобы понимали вообще, где проходит. И что это такое? Смотрите, чья это идея была? Почему возникла вообще такая потребность делать такой кубок для всех, ну, чтобы какое-то внимание привлечь, да? Три дня это все проходит в Москве, присоединиться может кто угодно. Зачем это все? Ну, у нас есть классный заезд, который состоится завтра. Будет спортсмены, профессионалы со всех разных стран, по-моему, 17, ну, где-то так, стран мира. И будет как раз заезд предпринимателей-блогеров, то есть там Алексей Столяров, Оскар Хартман, Рыбаков. Популярные люди, да, с большой аудиторией. Да, с большой аудиторией. И как раз вот через их новая аудитория, которая может увидеть, что это вид спорта вообще такой. А вы думаете, никто не знает, все же в курсе? Мало кто знает. Мало кто знает? Мало кто-то показывает движение какой-то гребли вот так вот. Это академическая гребля, когда вот гребут таким образом. Изначально была идея о популяризации нашего вида спорта. Да, потому что... Короче, у вас бесит, да, что вот это все фигурное катание, балет. Да, у нас большая трибуна, но она почему-то никогда не заполняется. И хотелось, чтобы она заполнилась до отказа. И мы объединились с братьями Агеевым, и мы, олимпийские чемпионы, ну, как-то так созрела идея провести кубок экипажа и суперспринт. Пригласить самых крутых топовых спортсменов, которые существуют. Сделать это необычную дистанцию, 100 метров. Круто это все оформить, запустить, чтобы люди пришли, получили удовольствие. На самом деле это получило такой большой отклик. И мы ждем, что в этом году будет здорово. Смотрите, а навыки нужны какие-то? Или может принять участие кто угодно? Вот если мы говорим вообще, зазываем всех гостей наших, допустим, аудиторию, вы говорите, мама с ребенком может прийти. Ну, именно в заезде суперспринт, он такой зрелищный, это самые топовые спортсмены выступают, которые на чемпионатах мира и Европы. Это, естественно, профессионалы, да. Детишки, которые занимаются там 13-14 лет ребятам, то есть они недавно, можно сказать, сели в лодку и выступают. Но, естественно, это больше, конечно, упор в профессиональный спорт. Но никто не мешает прийти, посмотреть и попробовать. Пожалуйста, то есть есть лодки, попробуйте, скажите сами, тяжело это или нет. Вот, коли уж вы к нам пришли, мы как раз узнаем все подробности, нам какие-то детали и фишки. Может, мы кому-то вообще сейчас посеем зерно, и кто-то в будущем придет ко мне на интервью, уже ваши места займет, будущие олимпийские чемпионы. Короче, будем сегодня разбираться в этом виде спорта. Друзья, напомню, у нас в гостях сегодня наши олимпийские чемпионы. Позавчера ребята выиграли чемпионат мира. Юрий Пострига, Александр Дьяченко, чемпионы погребли на байдарках. У нас сейчас небольшая музыкальная пауза, и скоро к вам вернемся. Это программа «Лучшее в стране». Будьте с нами. «Лучшее в стране». На телерадиоканале «Страна.ФМ». Дорогие друзья, мы продолжаем «Лучшее в стране» Лиза Калинина в студии. И у нас в гостях сегодня олимпийские чемпионы погребли на байдарках, двукратные чемпионы мира, Европы, России. Александр Дьяченко и Юрий Пострига. Мы продолжаем говорить про этот вид спорта. И всех, друзья, можем пригласить. Вчера стартовал кубок вашего имени, вообще-то, не только. Братьев Агеевых, да, и вас в частности. Так что приглашаем всех в метро «Крылатское», «Грибной канал». Там, где посмотреть все подробности? Может, на сайте? На сайте есть. Но и мы даже вот сейчас можем так коротко сказать, что вчера был день больше такой детских соревнований, да? Там детские ветераны тоже выступают у нас. У нас, в принципе, категория интересная и дети, и старшее поколение. Сегодня будет очень интересная гонка в 6 часов. Вечера. Вечера. Это отцы и дети категория. Это когда несколько поколений объединяются в одну лодку и могут проехать для себя, получить удовольствие и вспомнить вообще, как это и что это. Потому что есть старшее поколение, которых уже там за 50, за 60 лет. И есть такие, которые долго не сидели в лодке. И вспомнить эти ощущения. Многие заявляются просто ради того, чтобы получить удовольствие. Да, друзья, страна iPhone тоже, кстати, поддерживает это мероприятие. Будет круто. Приходите. И завтра еще в финальный день третий, да? Смотрите, вот мы говорили уже за кадром сейчас про, в принципе, этот вид спорта. Как у нас обстоят дела в России? Где концентрация в основном спортсменов, грибцов? Где тренируются? Вот как сейчас с этим делом обстоят? Концентрация большая, мне кажется, в Краснодарском крае. У них там тепло. И зимой можно тренироваться. Там хорошая база грибная. В Москве много народу. В Санкт-Петербург у нас большая география, вот как Саша правильно сказал, где можно заниматься этим видом спорта. Главное, чтобы детишки приходили и познавали что-то новое. Чтобы они не просто там, как там, киберспорт. Занимались киберспортом, а развивались физически. Смотрите, ну а вообще, чтобы профессиональную деятельность, так скажем, вести, во сколько нужно отдавать детей в греблю, как вот посоветуйте и свой опыт тоже, расскажите, как это все было. Ну здесь нету такого прям вот определенной даты, когда надо приводить ребенка. Ну там 6-7, я не знаю. Я пришел в 6 лет, но это считается рановато. Рановато? Да, потому что ты еще не совсем сформировался, ты очень быстро растешь в это время. Ну после 10-ти, обычно такая где-то градация, после 10-ти, 11-ти. А еще добавить насчет обширной географии, в 2021 году будет проходить Кубок Мира, официальное соревнование в Барнауле, Алтайский край. Всем, пожалуйста, приезжайте, посмотрите, очень крутое мероприятие будет. И это насчет того, что в Сибири будет гребля, и проводятся в Сибири такие вот соревнования прекрасные. Так что здесь нету такого определенного центра, где на все завязано. Просто есть места, где хорошие гребные каналы. Это, естественно, Москва, это Олимпийский канал. Барнаул сейчас новый, в Петербурге, в Краснодаре есть, в Ростове есть. То есть такие, и вот вокруг них и образуются центры гребли. Потому что люди могут заниматься, приходить и грести. А вот сейчас, допустим, слушают родители. Какие должны быть данные у ребенка, чтобы он пошел в этот вид спорта? Какие-то вообще есть изначально? Ты годен, не годен, чтобы ему сказать? Да, все годные. Да? Главное, чтобы 10 лет вперед пробовать, да. Пожалуйста. Расскажите. Самое главное – это желание. Вот если есть желание заниматься, если душа лежит, почему нет? Как начали вы, когда появилось это желание? Или так, отдали сначала, ну, на попробовать? Я в 10 лет начал, с другом в секцию. Пришел просто. Пришел. Он позвал, говорит, пойдем. А он уже записался тогда. И я пришел с ним, и как-то тренер так какими-то правильными путями меня направил. Чтобы остался. Да, и всякие разные интересные задания давал. И мне стало интересно, и я вкусил это и дальше продолжал. Как у вас? У меня в 6 лет это было, я не скажу, что это был осознанный выбор мой. Но меня привел друг семьи. Он гораздо старше меня был. Записал в секцию. Было классно, потому что у нас, вот особенно в детском возрасте, ты же приходишь там на речку, купаться, загорать, когда жарко. Ну, это классно. Особенно, что там детям еще надо. Ну, плюс там игры спортивные, подвижные. Вит спорта у нас очень много объединяет. То есть мы зимой на лыжах бегаем. В спорт игры играем. В залах футбол, баскетбол. Летом тоже самое. Входим в спортивные залы. То есть, ну, так всеобъемлющие у нас. Ну, то есть, да, конечно, на все... Там ты же не только занимаешься греблей. Такая достаточно общая физическая подготовка. Да, ну, поэтому, то есть, ребенку это интересно поначалу, потому что, ну, тебя не стоит... Поначалу. Да, в лодку тебя сразу никто не посадит. Это очень такой долгий процесс обучения. Там технические моменты с балансом учат тебя совладать, потому что лодка – это неустойчивая поверхность на воде. Да, это, кстати, очень сложно. Я, вот я уже ребятам рассказала, у меня был опыт, правда, туристической базы дарки, но это непросто. Потом руки болят, ощущается пресс, ну, то есть, прикольно. Все включается. Ну, да, то, что я же говорю с олимпийскими чемпионами. Ладно, друзья, у нас небольшая музыкальная пауза. Вы, кстати, задавайте свои вопросы. Группа ВКонтакте «Страна.ФМ», «Ватсап», «Вайбер», 909-928-189, мы скоро к вам вернемся. Лучшее в стране на телерадиоканале «Страна.ФМ». Друзья, продолжаем программу «Лучшее в стране». У нас в гостях сегодня просто олимпийские чемпионы по гребле на байдарках Юрий Пострига и Александр Диченко. Парни, вот скажите, пожалуйста, мы вообще разбираем и вид спорта, нам же интересен такой процесс закадровый. Зима. Как проходит у вас? Вы живете в Москве, да? Где вообще спортсмены тренируются в нашей российской зимой? Как проходит этот зимний период? Пожалуйста, кто начнет? Зимой тренируемся за границей. Если ты профессиональный спортсмен, то централизованная сборная команда России выезжает на подготовку, где потеплее. Тепло у нас в Италии, вот мы осваиваем места, Португалия, там хорошие тренировочные центры. В России это Краснодарский край, в Краснодаре. Там зимой, в январе, ну сколько, плюс 10 градусов, 12, 20. Нормально, да? Там теплое, главное, чтобы не замерзало. Вода. Ну, а и сколько вот, вы прям на всю зиму уезжаете? Три месяца прямо до тренировки или как это проходит? Нет, у нас сбор где-то 21 день. Три недели. Ровно три недели. Обычно сборы проходят три недели. Мы сидим за границей, потом... Сидим. Потом улетаем домой. Но все же как представляют, что ты прилетаешь на сборы, и ты там гуляешь, ходишь, смотришь. Нет, это не так. Тренировочный процесс, он довольно сложный, потому что у тебя с утра тренировка. Ну да, дисциплина такая, конечно. Да, в обед там время есть небольшое отдохнуть, перерыв и вечером тренировка. То есть ты после вечерней тренировки настолько уставший, что ты просто добираешься до кровати, падаешь и засыпаешь мгновенно. Время, чтобы посмотреть что-то или куда-то там покататься, поездить, только выходной день. И зачастую у нас места не находятся в больших городах. То есть это если какая-то база... Какие-то маленькие тренировочные базы, да? Да, маленькие городишка, которые там не особо славятся какими-то достопримечательностями, поэтому на это есть выходной день, когда ты можешь выбраться куда-то, что-то посмотреть. Ну понятно, дисциплина все-таки важна. 25 августа, я напомню, вы в Венгрии взяли золото, чемпионата мира. И что интересно, я просто тоже хочу этим нашим зрителям и слушателям рассказать. За три месяца до этого вы парой начали тренироваться. И тренировки шли не так часто, на самом деле. Сколько раз вы собирались примерно? Два раза в неделю. Два раза в неделю. Двойки выходили. Обалдеть. Ну, в принципе, это вообще достаточно или это считается мало? Нормально. Нормально? Нет, просто в моем... Так мы перед Олимпийскими играми также за 4 месяца мы сели в один экипаж. Мы раньше, вот, до 2012 года мы конкурировали. Ага. Саша в одном экипаж сел, я в другом. Были соперниками, так скажем, да. И мы за 4 месяца решили попробовать, сели и выиграли Олимпиаду. Так же вот сейчас примерно та же история получилась. Вот это да, чудеса. Ну, вы, пожалуйста, продолжайте, там, не расходитесь еще больше, видите, какие результаты. Нам это все говорят, почему-то... Так, а что... В чем? Ватсап, в чем причина? Вы можете нам поделиться? Ну, теперь, да, теперь поверим людям на слово и попробуем. Хорошо, спасибо. Друзья, рекламная пауза, мы скоро вернемся. Друзья, я напомню, у нас в гостях, вообще-то, олимпийские чемпионы по гребле на байдарках. И только что парни сразу отметили, что Лилгалайс сидит в лодке и поет сразу. Юрий Пострига, Александр Диченко говорят, о-о-о, видите как, сразу кулик-кулика видит издалека. Да, смотрите, мы говорим про то, что вы победили, вообще-то, позавчера, вы двукратно теперь чемпионы мира. Самая такая спортивная в этом направлении, в виде страна, это Венгрия как раз-таки, да? Вот расскажите нам, вы только что оттуда вернулись, там, это, так я понимаю, вообще национальный вид спорта, вот мы даже сейчас об этом поговорили. Почему так? Там прям с малых лет, я не знаю, что они в школах занимаются. У них традиции большие, у нас тоже хорошие традиции еще советской школы в гребле. Ну вот в Венгрии они традиционно сильны, всегда были, еще с там времен 50-х, наверное, 60-х годов, у них прям школа такая, у них особенно женская гребля. Ну и мужская сильная, но женская сейчас безумно сильная, у них там пятикратные есть олимпийские чемпионки, есть девушка, ну она закончила уже, но она единственная в мире 30-кратная чемпионка мира. Ой-ой-ой. Это очень много. Это да, она за 12, по-моему, лет, за 13 лет она 30 раз выиграла чемпионат мира в нескольких видах. Категориях, ага. То есть это, конечно, это дает стимул следующему поколению стремиться, превзойти, и таким образом, наверное, у них вот это культивируется. Плюс поддержка болельщиков, она безумно сильна. Трибуны собираются моментально. Если ты даже выходишь в город... Там 6 тысяч зрителей, да? Ну, 6-7 тысяч пришло, это просто на трибунах сидело. А сколько еще людей ходило, это там не посчитать. И это все в поле находится у них, грибной канал. У нас тут практически он в центре. А там в поле. То есть туда добраться 30 минут от города – удивительная вообще вещь. То есть, понятно, такая мотивация у людей есть. Смотрите, вот сейчас давайте тоже как раз зрителей подсоберем. Завтра как раз финальный день кубка, который сейчас проходит в Москве, 6 часов вечера, да? И завтра будут... Четыре завтра. Завтра в четыре часа. И завтра как раз будут блогеры известные, да? То есть как это все будет выглядеть? Садятся люди, которые никогда в жизни не тренировались? Они уже по 4-5 тренировок сделали. 4-5 тренировок предварительно. Ну, я имею в виду, никогда они не садились до этого. То есть они не выходили на старт, они не профессионалы совершенно. И что? И между ними будет соревнование? Они будут зарубаться между друг другом. Зарубаться? Отличное слово эфирное. Спасибо, Игорь. Челлендж у них такой. Они встанут, и кто кого, предприниматели или блогеры накажут друг друга. А как, они тоже по парам? Нет, их 9 человек будет. 9 человек, так. Один заболел у нас, увы. И они встанут, и кто быстрее 100 метров, и финиш определит их. Проплывет? Прогребет. Прогребет, прогребет. У нас ходят, да, на воде, на лодках ходят. Ходят на лодках. Вот, классно. Гонки, гонки. Гонки, да. Женский вид, вот сейчас гребля, тоже набирает обороты. Что вы про это думаете? Что скажете? Что вы так ухмыляетесь сразу? Нет, ну серьезно, интересно просто. Большое количество участников, оно всегда... Сейчас такая пропаганда, кстати, вот я слышу, ну, очень часто вот в этом виде... Гендерная равенство. Да, 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 у девчонок много. На самом деле нет. Вид спорта красивый, девчонки молодцы, что занимаются. Это, ну, надо популяризировать, это надо как-то развивать, это и федерация международная это пытается сделать. Просто, к сожалению, они убирают виды, которые не менее зрелищные. Взять вот легкую атлетику, у них 100 метров, 200 метров это самые зрелищные дистанции. Когда бежит там Усейн Болт, все приходят, смотрят, стадион собирают. Ну это да, это классно. И ролики потом такие крутые. А у нас почему-то решили отдать в пользу более длинной дистанции, которой ты не видишь старт, не видишь особо, то есть там растягиваются люди. Нет этого экшена, да? Да, да. И вот, ну, почему-то печально, что вот Международный Олимпийский комитет как-то берет и делает, ну, урезает программу олимпийскую за счет... А почему? Нет, чтобы добавить дисциплину. Какие причины? А это вот кухни в Международной Федерации нашей, скорее всего, возможно, они, как они объясняют, это что эфирное время, которое показывается на телевидении, вот тысяча метров, она идет 3 минуты, там, 30 секунд. 200 это 30 секунд. То есть им выгоднее показать 3 минуты 30, чем просто 30 секунд. Но вот для обычного зрителя, естественно, понятно, когда ты видишь старт и видишь финиш, вот это все перед тобой происходит. Естественно, поэтому по зрелищности короткая дистанция, она всегда в плюсе будет, чем длинная. Но как это донести на самый верх? Ну, никто не, это Международная Федерация, то есть это там люди наверху должны об этом как-то... Ну, есть комитет, который, возможно, должен заниматься и двигать какие-то более зрелищные дистанции. Угу. Ну, вообще, хочу сказать, гребли очень зрелищный вид спорта. Ну, даже по телеку круто смотреть. Я говорю, вот вы сейчас со мной общаетесь, и я даже удивлена, что нет такой популяризации, потому что в моей как-то картине мира, ну, он достаточно, если мы говорим про летние виды спорта, то вот гребли один из самых таких крутых. Ну, конечно, не футбол, но у нас в стране, по крайней мере, но тем не менее. Вот. А вообще, как в Европе, вот, получается, Венгрия, какие еще страны такие, где это фактически круто, прям массово проходит все? Германия. Германия. Да, Белоруссия вот сейчас просто, они выиграли общекомандный зачет на чемпиате мира. Там у них такая школа сильнейшая просто сейчас. Те же самые женщины. Наступают. Женщины, они... Рвут планету. Рвут прям, да. Ну, вообще, как Юрий говорил до этого, на этом чемпиате мира было 102 страны. 102. Представлено. То есть эта география, она вообще обширнейшая, да, получается. То есть есть люди с новыми... Шарик земной. Да, по сути, там, да. И все пытаются, приезжают, получить эмоции, отгоняться, выступить. Ну, это круто, конечно, что вот так развивается все, но надо еще больше. Я видел фотку, где он последний заехал из какой-то страны, далекой прям. Ему прям радовалось, что он просто приехал. Спортсмен. Он проехал, да, дистанцию, и он радовался от того, что он побывал, поприсутствовал на чемпиате мира. Классно. Острова Тонга, по-моему. Острова Тонга. Где это вообще? Вот видите, он таким образом... Вот вы популяризируете вид спорта, а он свое государство. Друзья, у нас небольшая пауза сейчас. Мы совсем скоро вернемся. Задавайте свои вопросы. Да, друзья, у нас в гостях сегодня Юрий Постригая, Александр Дьяченко, олимпийские чемпионы по гребле на байдарках и двукратные чемпионы мира, и не только, очень много регалий. Парни, у нас финальный выход. Давайте сейчас такое резюмируем все, о чем мы говорили. Во-первых, мы приглашаем всех в Москву. Но только на три дня, ребят, не надо надолго. До завтра. Потому что проходит крутое событие. Давайте, подхватывайте. Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов. Завтра финальный день. Да. То есть финальный день, и все состоится, по-моему, в 13.00, да? В 13.00 как раз начнутся самые экшен зрелищности. Это суперспринт, 100 метров. Суперспринт проходит, и еще один заезд, который... Да, я подхвачу. На самом деле там очень крутая атмосфера, огромное количество спортсменов, там, 1200 человек из разных стран. Плюс наши популярные люди, блогеры, предприниматели, которые тоже такой вызов взяли. Пять дней они тренировались, и вот завтра выйдут в такую схватку с друг с другом, кто из них победит. И также очень активно развивается детский вид спорта, потому что вот сегодня ребята соревнуются, да, молодое поколение, так скажем. Да, они проходят суровую школу гребли, да, гоняются, очень все позитивно настроенные ребята, молодцы, с разных регионов приехали. Вообще со всех уголков страны, это все российские соревнования считаются. А также на выходных ожидается тоже крупная... Да, сейчас мы про это закончим. Приглашают все, свободно могут приезжать. Вход свободный. Вход свободный, да, метро Крылатская, гребной канал. Все подробности на сайте Кубка. Также метро Молодежный еще можно. Ну да, пожалуйста, извините, пожалуйста, но направление уяснили. Так, и еще выходные 31 августа, что будет там? Будет в парке Горького, скучный сад, проходить гребля. Суббота. Да, будет прям на Москве реке. Так, а метро Октябрьская парк культуры, коли же так мы пошли. Приходите все, будет стандартная олимпийская дисциплина, это 200 метров. А также будет микс, это парень с девушкой, сидеть в байдарке, также и в каное. И будет очень зрелищно, соленая называется Кубок Президента. Класс. Ладно, все официально отмели. Теперь опять мои вопросы, вот эти вот глупые, обывательские, но мне интересные. Когда вот вы распределяете, кто где сидит, кто впереди и кто сзади, как это вообще происходит? Кто должен сидеть впереди, кто сзади, как вы договариваетесь? Мы с Сашей выбрали такой вариант. Мы вышли один раз, попробовали я спереди, Саша сзади, а потом попробовали Саше спереди, я сзади. И поняли, что этот вариант нужно сразу же отметать, потому что я не могу его толкать так сильно. Сзади сильнее. У него гораздо больше сил, да, и это как мотор V12, если сравнивать, который дает вот мощь, я грибу, даю ему возможность, чтобы он эту мощь до конца помог мне ее додержать. И мы вот это все направляем вперед и грибем. А Юрий хорошо задает ритм, темп, то есть и продумывает тактику на стартах. Да, или быстро очень вначале работать, а потом по затухающей, или наоборот, спокойнее начать, а потом под финиш уехать от всех. Смотрите, а вот когда вот эти вот смешанные, ну, парень с девчонкой грибут, как вот здесь, ну, вот подбираются партнеры, так скажем? Тут же мы просто говорили, опять же, вне эфира, что очень важно, ну, как командная игра конкретная, да? То есть человек должен быть, ну, твой. А здесь нету такой, 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 как бы тоже, вот как правильно, потому что это не паханное поле, вообще только-только вводится. Методом проб и ошибок, да? Да, да, и все пробуют, но я гонялся, я сидел сзади также, потому что все равно, ну, есть какая-то развесовка, и когда у тебя нос сильно заваливается в воду, то есть, ну, прям тонет, не очень так интересно. Но есть некоторые ребята, которые сидят впереди и тоже довольно успешно получается. То есть, это все в процессе, как вам больше нравится, как вам удобнее. Смотрите, вот вообще факторы победы, они какие? Вот бывает же, там, классно тренируешься, все получается, выходишь в день Икс главный, ну, либо все вот просто по накатанной идет супер-пупер, ну, как у вас, допустим, получилось, да, что вы выиграли уже много раз. А бывает, что вот все как будто рушится. Вот что для вас принципиально важно? Ну, не знаю, может быть. Вот у нас, Саша, психология как раз победителя именно выходить на международные старты. А внутри России мы больше волнуемся, чем приедем мы на чемпионат мира или Европы, либо Олимпийские игры. А почему? Ну, вот не знаю, почему у нас так вот. У нас мы боимся, не боимся, а нам сложно вот именно пройти вот этот отбор. Так. А потом просто все уже, никаких мыслей, и мы гребем. Не заморачивайтесь особо. Да, не заморачивайтесь, просто уже кайфуем от того, как сделать быстрее старт, лучше дистанцию пройти. А вот смотрите, когда вообще соревнования проходят на родине, это волнительнее, потому что ответственность, ну, вот это вот, когда знаешь, что там сидят ваши знакомые, родные, вот какие ощущения? Ну, есть такая пословица, что дома, да, родные стены помогают, но на самом деле, вот у нас проходил чемпионат мира в Москве в 2014 году, я скажу, это очень сложно, потому что, особенно если ты еще в фаворитах, тебя считают фаворитом, это очень давит трибуна, потому что, когда объявляют тебя на старт, все шумят, кричат, там, в трубке дуют, прямо радуются за тебя, и это еще больше. То есть, на тебя психология давит. Когда ты где-то за границей, то есть, это давит на кого-то другого. То есть, допустим, вот сейчас в Венгрии было, и ребятам-венграм было очень сложно, я прямо смотрю на них, на их милиции. А у них такая колоссальная, да? Они собранные, у них глаза прям как пять копеек, но они волнуются. Я думаю, ну все, это наши товарищи, мы их обгоним, да, потому что мы это уже прошли, все, мы понимаем. То есть, у нас опытный экипаж, очень опытный, и, ну, спустя вот этот опыт, естественно, это все уходит уже на второй план. То есть, мы менее подвержены какому-то там волнительному процессу вот этому, то есть, ты выходишь, делаешь свое дело, и то, как ты готов, ну, то ты и покажешь, в принципе. Главное, ничего не намудрить, и не выдумывать, и не накручивать в голове, что вот, я там сейчас сделаю, или что-то не сделаю. Ну, мысли всякие бывают в голове, естественно, но, естественно, вот ты когда тренируешься, ты уже понимаешь, что ты можешь там представить, как ты едешь, есть секундомер, есть тренер, который помогает, засекает и говорит, ребята, вы там готовы, сейчас так, или вам надо потренироваться еще. То есть, поэтому здесь надо делать дело, и не думать о том, да, а там как получится, но это спорт. Делай просто, просто делай, это Оскар Хартман такой сказал. Мне кажется, всем это полезно в любом деле, в любой профессии. Я хочу вам сказать огромное спасибо, увидимся, вы будете завтра как раз, да, в... В качестве участников. В качестве участников, да, и также 31-го в парке Горького вас можно лицезреть. Спасибо вам огромное, желаем, я не знаю, что спортсменам пожелать, удачи? Да, и попутного ветра. Попутного ветра, да. Друзья, у нас в гостях были Юрий Постряга, Александр Диченко, олимпийские чемпионы по гребле на байдарках. Спасибо вам огромное, парни, приходите еще и желаем удачи, мы за вас переживаем. Все, друзья, мы с вами увидимся, услышимся завтра, программа «Лучшее в стране». Лиза Калинина, целую крепко, пока. Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна-ФМ». Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...